Доброе утро! В вашем округе мы впервые с удивлением узнали, что у вас такие большие форумы здесь проводятся. Интересно посмотреть на состав участников, на обсуждаемые темы, потому что в принципе те вещи и задачи, которые реализуются здесь, они очень схожи с тем, что реализуются у нас в Казахстане. То есть у нас в Казахстане сейчас идет переход от реализации цифровой Казахстана государственной программы к более широкому нацпроекту, который посвящен цифровой трансформации. И вопрос цифровизации на уровне правительства, на уровне президента уделяется очень большое внимание и очень большие надежды возлагаются на цифровые инструменты в рамках как управления государством, так и взаимодействия с жителем конкретным каждой республики Казахстан. Разница между тем, что было и что сейчас есть, цифровизацией, то есть это брались процессы, которые у нас, госуслуги разнообразные, и они оцифровывались так, как есть. То есть раз, два, три, четыре, пять шагов в том виде, в котором есть. Сейчас накопился достаточно большой пул государственных услуг, которые оказаны в взаимодействии гражданина и государства. И сейчас пересматривается этот подход. Во главу угла ставится не выполнение норматива или каких-то нормативно-правовых актов. Конечно же, они будут изменены и трансформированы. Во главу угла ставится человек, его удобство, и какие-то вещи, прежде чем автоматизировать, сначала, кроме этого, изучаются и не еще трансформируются на законодательном уровне в том числе. После этого только уже запускается непосредственно цифровизация. Начинается только после того, как процесс был изменен. В чем это выражается для гражданина, для человека? Это подход был назвучен, и мы очень тщательно за ним смотрим, чтобы не человек ходил за данными, а данные ходили за человеком. То есть, если данные о человеке один раз были взяты и хранятся в базах государственных органов, повторно эти данные не запрашиваются. То есть, они уже? Они уже есть в базе, да. То есть, у нас даже, например, в прошлом году законодательно запретили запрашивать адресную справку. То есть, раньше у нас при любых трудоустройствах, при любых каких-то юридически значимых действиях нужно было справку. Обязательно, да? Бумажную, адресную, QR-кодом. Она вроде цифровая, но тем не менее, она же есть в базе уже. Почему ее каждый раз нужно скачивать? Это удобно. У нас сейчас, в принципе, при посадке в автомобиль, кроме сотового телефона, ничего не надо иметь. То есть, право водительского удостоверения, техпаспорт, страховка. Это все у нас через приложение юридически. Это значимо предъявить просто через мобильное приложение эти документы. И все, пожалуйста. Не нужно бояться забыть кипы документов, нужно бояться забыть сотовый телефон. Если говорить о главных задачах вашего визита и сюда в Югру, и на IT-форум, что в приоритетах? В приоритетах «Умный город» как концепция, как программа развития, потому что такая же концепция у нас реализуется. По составу, конечно, она несколько другая адаптирована для нас, но я думаю, что поменяться опытом с коллегами и поговорить о том, как это реализовано у нас, как это реализовано здесь, какие-то идеи посмотреть. Возможно, обмен наладить какой-то на профессиональном уровне, колуарные какие-то все эти айтишные разговоры. Потому что хорошо, что сейчас есть возможность приехать. Все-таки онлайн это мы посмотрели и разошлись. В нем, так скажем, своя романтика. Но души-то нет. Я, например, считаю, что любой форум на 50 или более процентов – это еще то, что остается за панельными сессиями, а непосредственным общением уже участников форума после. Так можно и видеозапись посмотреть. То есть первое – это именно по смарт-городам. Второе – мы уже начали общаться сейчас с вашими коллегами, с нашими коллегами, с ваших регионов. Это по развитию связи, как реализуется развитие интернет-связи у вас в регионе. Потому что задачи схожи. У нас труднодоступные, малонаселенные есть пункты. У вас сейчас только прозвучало, есть IT-стойбище, реализуется программа, затягивается ВОЛС, затягивается спутниковая связь. У нас подобные вопросы, требующие решения, мы их тоже решаем. Но было бы интересно посмотреть, с коллегами пообщаться, как реализовано это здесь. Ну а также, так как достаточно большая стоит повестка дня, очень много задач для реализации, я думаю, также схожие проблемы и по подготовке кадров. Сейчас у нас, например, большая очень государственная программа подготовить 100 тысяч специалистов за 5 лет. И это не просто там большие красивые цифры, уже сейчас открываются IT-школы. Именно частные эти школы выделяются гранты специальные на обучение. Да, понятно, это не заменит классического IT-образования, как минимум, или каких-то крутых сертификатов от вендоров. Но, тем не менее, подготовка джуниоров вполне себе позволит быть реализованным. Вот, хотелось бы посмотреть, как здесь, в этом плане, может быть, наладить обмен по обучению кадрам. Да, но здесь также всевозможные конкурсы, и для молодых IT-шников регулярно проводятся. Два дня IT-форума обещают просто быть настолько насыщенными. И гости с IT-форума каждый день практически у нас на программе, мы этому рады. Поэтому мы говорим вам спасибо огромное, что пришли к нам на программу, что поделились целями и задачами. Доброго года утра. Благодарю. Желаем вам с гостем, прощаемся. С вами Жуница, две, две с половиной IT-минут. Дождитесь.